Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Майкл Бьюри известен как один из первых, кто предсказал крах рынков в 2008 году. Во-вторых, он оказался прав, когда еще в 2021 заявил, что инвесторы оказались в величайшем спекулятивном пузыре всех времен, в первом полугодии 2021, на фоне головокружительного раздувания денежной массы из-за COVID-19. Также он предсказал крах биткоина в 2022 году и экономический апокалипсис. В прошлом году он постоянно писал у себя в Твиттере, «Вы не представляете, насколько медвежье у меня настроение, нужно шортить и продавать абсолютно все. Близится крах, и крах будет жестоким». Еще весной он говорил, что рынки в 2022 будут похожи на авиакатастрофу. Так оно и случилось, как ты видишь. Подытоживая, мы можем уверенно сказать, Майкл Бьюри весь прошлый год был жутким медведем. Наверное, больше медведем была только она. Да я медведь побольше твоего. Подловила! Хороший был мультфильм, мне понравился. Ну а прежде, чем мы перейдем к обновленному прогнозу Майкла Бьюри на 2023 год, не забудь поставить лайк. Ты не представляешь, как это мотивирует снимать видеоролики. Сейчас время не самое простое, как ты видишь. В крипторынке почти нет новых людей, вести канал так же тяжело, как в каком-нибудь 2018 году. Поэтому твоя поддержка неоценима. Огромное спасибо за нее. Итак, в начале этого года Майкл Бьюри опубликовал свой новый прогноз, в котором сказал, что инфляция достигла своего пика. Но он ожидает второго всплеска инфляции, который будет гораздо выше первого в 2022. Правительство снова начнет стимулировать экономику, а ФРС США снизит процентные ставки. Вот что он написал конкретно. Инфляция достигла пика, но это не последний пик инфляции в этом цикле. Скорее всего мы увидим продолжение снижения индекса потребительских цен, вплоть до отрицательных его значений во второй половине этого года. Что такое отрицательная инфляция? Да это же дефляция. То есть Майкл Бьюри ожидает уже дефляции в этом году. США в этот момент уже будет в рецессии с любой точки зрения. ФРС после этого начнет снижать процентные ставки, а правительство начнет финансово стимулировать экономику и заливать мир дешевыми деньгами. Что это значит? Что будет рост рынков, такой же какой был во время стимуляции экономики во время пандемии COVID-19. Затем мы увидим следующий всплеск инфляции. Это нетрудно предсказать, заканчивает он. Кстати говоря, ФРС США уже во второй половине прошлого года появились опасения о том, что график инфляции может нарисовать двойной пик, как в 1970-х годах. Что ж, посмотри на этот график. Красный это CPI сейчас, серый это CPI в 70-х. И как мы видим, рост инфляции с 2020 по 2022, а также остывание инфляции в последние месяцы очень похоже на то, что происходило в 70-х. Несколько фактов из 70-х, которые могут помочь нам понять, что может произойти. Первое. Годовая инфляция CPI взлетала перед рецессией. Росла во время рецессии, достигла пика под конец рецессии. И после рецессии прошло некоторое время, и инфляция снова достигла новых пиков. Майкл Бьюри считает, что нас ожидает нечто похожее. И в этом цикле. Вот на этом графике это и видно. Именно инфляция здесь, в 1974, потом дефляция, потом опять инфляция в 80-м. То есть двойная инфляция здесь. Также двойная инфляция наблюдалась во времена Второй мировой, точнее после нее, в 48-м и в 51-м. А между ними мы видим тоже дефляцию. Все точно так же, как предсказывает сейчас Майкл Бьюри. Однако с 1980-х годов мы не наблюдали резких всплесков инфляции. Только в июне 2022-го это произошло. Давай наложим на график инфляции прогнозы ФРС США с декабря 2022-го на 2023-2024-25 годы. Мы видим, что после достижения пика инфляции ФРС США планирует увидеть снижение инфляции до 3,1% в 2023-м году, 2,5% в 2024-м и 2,1% в 2025-м. Что ж, Майкл Бьюри прогнозирует практически то же самое. Конечно, он не называет цифры, но его новый прогноз предполагает снижение CPI, возможно даже до отрицательных отметок. Второй его аргумент – наступление рецессии в США в 2023-м году, и это самая спорная часть его прогноза. На этом графике мы видим проекцию прогнозов ФРС США о росте ВВП США. И похоже, что ФРС тоже немного согласны с Майклом Бьюри. В 2023-м они прогнозируют рост ВВП на 0,4%, прямо как в 2000-х годах. И посмотри, как много времени по прогнозам ФРС займет восстановление роста ВВП до нормальных отметок – около 1,8% в год. Даже в 2025-м году ФРС США не ожидает такого роста. Так что, по мнению ФРС США, выходит, что рецессия в США будет достаточно длительной. Это предсказывает и Майкл Бьюри. Лично мне кажется, что такая длительная и глубокая рецессия – это уже слишком пессимистичный сценарий. Но в этом видео мы пытаемся рассматривать и оценивать прогнозы ФРС США и Майкла Бьюри, а не высказывать свои. Свои мы можем написать в комментариях, если тебе есть что сказать. Лучшим индикатором рецессии в США является уровень безработицы, который сейчас у тебя на экране. Он отображает количество безработных людей по отношению к количеству доступной рабочей силы. Как только этот индикатор взлетает, это очень хороший сигнал про наступление рецессии в США. Рецессии на этом графике обозначены этими сиренево-голубыми столбиками. Как ты видишь, практически всегда, когда уровень безработицы взлетал, наступала рецессия. Однако сейчас уровень безработицы находится на отметке 3,7%. Таких отметок мы не видели в 70-х годах, прошлого столетия. И как мы уже говорили, в 70-х после этого произошла и рецессия, и двойная инфляция. Однако есть интересные исследования от банков ФРС Филадельфия. Что они сделали? Они рассматривают не США в целом, а отдельные штаты на предмет рецессии. Эта модель помогает им прогнозировать национальную рецессию. В модели существует критическое количество штатов, обычно от 25 до 29 штатов. На графике это количество отмечено линией, которая называется Average Threshold. Если график пересекает эту линию снизу вверх, это означает, что общенациональная рецессия очень вероятна. И сейчас, как мы видим, мы пересекли эту линию снизу вверх. Значит, общенациональная рецессия в США вполне возможна. Кроме этого, у ФРС США есть еще одна модель вероятности рецессии, которая основывается на инфляции, уровне безработицы, кредитном спреде, а также на разнице по ставкам между 10-летними и 3-месячными гособлигациями США. Достаточно сложная модель, но сейчас мы видим 85% вероятности рецессии в США на протяжении следующих 12 месяцев. Так что, кажется, Майкл Бюри был прав насчет этого прогноза. Теперь давай проанализируем его прогноз касаемо процентных ставок США. Майкл Бюри прогнозирует, что после рецессии ФРС США снизит процентные ставки, а затем начнет финансовое стимулирование экономики дешевыми долларами, как во время пандемии. Это график процентных ставок с прогнозами ФРС США на ближайшие годы. Итак, рынки очень хотят, чтобы ФРС США развернула свою политику, то есть начала снижение ставок. Однако ФРС четко говорит, что будет повышать пик ставки до 5,1% под конец 2023 года. И только при условии, что ФРС устроит падение инфляции на тот момент. Если устроят, они начнут снижение ставки до 4,1% в 2024 и до 3,1% в 2025. Но если в экономике США появятся какие-то серьезные системные проблемы, скорее всего ФРС будет снижать ставку куда агрессивнее. Однако пока что все указывает на то, что ФРС будет следовать именно своим прогнозам. Так, например, Джером Пауэлл, председатель ФРС, сказал, «Мы будем придерживаться своего курса до тех пор, пока не достигнем своей цели. А цель это 2% инфляции». Исходя из этой цитаты, кажется, что ФРС таки извлекли уроки из двойных инфляций в прошлом. «Я думаю, что в экономике США должна произойти капитальнейшая катастрофа, чтобы заставить ФРС США отступить от своего плана». ФРС США знает, что необходимостью сейчас является немного боли для экономики США, для того, чтобы спрос и предложение сбалансировались и инфляция утихла. Поэтому я думаю, что они не снизят ставки до нуля, как прогнозирует Майкл Бьюри. Они будут снижать ставки до тех пор, пока не добьются желаемого уровня инфляции. И, наконец, последнюю часть прогноза Майкла Бьюри – это стимулирование правительством США экономики, так же, как это было в ковидную эпоху. Вертолетные деньги, печать долларов, дешевые доллары, низкие или вовсе нулевые процентные ставки. Это и будет ответом правительства на рецессию в экономике США, по мнению Майкла Бьюри. На самом деле, вполне логично, если так задуматься, но сомнения вызывают некоторые факты. Например, вот этот график, который отображает федеральный долг как процент от ВВП. И, как ты видишь, из-за пандемии и гигантского финансового стимулирования экономики, федеральный долг по отношению к ВВП взлетел до отметок времен Второй мировой войны. И, как ты видишь, из-за пандемии и гигантского финансового стимулирования экономики, федеральный долг по отношению к ВВП взлетел до отметок времен Второй мировой. Это около 80% от ВВП. По прогнозам, в 2032 это соотношение может составить уже 110%, а в 2052 – 185%. Так что места для стимулирования на самом деле осталось не так много. Еще один важный график, касаемый этой темы, на твоем экране. Мы видим на этом графике разницу между федеральными доходами и их расходами. И сейчас эта разница негативная, потому что они тратят больше, чем собирают в налогах. Возможно, поэтому они ввели налог на транзакции больше 600 долларов и собираются запускать цифровой доллар, чтобы никто этих налогов не избежал, заплатив, например, наличными. И, наконец, есть еще одна интересная карта, которая показывает, что правительство США навряд ли будет стимулировать экономику такими же темпами, как во времена пандемии. Дело в том, что они и так уже значительно ее простимулировали. Они уже создали огромный пакет стимулирования экономики. Например, инициатива по переносу на территорию США большего количества производств. Примером является TSMC, производитель чипов из Тайваня, который теперь получает 40 миллиардов долларов на строительство заводов в Аризоне. Есть еще несколько таких стимулирующих программ, созданных конкретно в 2022 году. Поэтому не стоит ожидать того, что правительство США будет тратить еще больше денег на стимулирование в то время, когда соотношение долга к ВВП находится на таких исторических пиках, как сейчас. Это приведет к катастрофическому коллапсу в экономике США, если они так сделают. Но Майкл Бьюри все равно может оказаться прав насчет двойного пика инфляции. Просто путь к нему будет не через стимулирование экономики, как это было во времена пандемии, а через ценообразование энергоносителей. На этом графике мы видим два компонента, которые также влияют на инфляцию в США. Цена на бензин и цены поддержанных автомобилей и грузовиков. Цены на бензин взорвались вот здесь, как ты видишь, практически на 60%. Это произошло частично из-за того, что сначала люди сидели в локдауне и толком никуда не выходили, а затем массово вылезли из домов и начали ездить, куда им нужно, спровоцировав рост цен и на бензин, и на поддержанные автомобили. Затем произошли проблемы с цепочками поставок, дефицит чипов для автомобилей возник и производство новых автомобилей упало. Это и привело к взлету цен на поддержанные автомобили на 40%. Эти два фактора здорово подстегнули рост всей инфляции в США. То, что инфляция сейчас падает, не удивление, ведь цены на бензин и поддержанные авто, как ты видишь на этом графике, тоже падают. Что может заставить цены на энергоносители снова резко взлететь? Исторически, как бы это ни звучало, резкие огромные скачки цен на энергию наблюдались во время войны в странах, которые добывают много нефти. В 79-м, как ты видишь на этом графике, это была иранская революция. В 90-х война в Персидском заливе, затем гражданка в Ираке, потом арабская весна в 2011-м и, наконец, вторжение России в Украину в 2022-м. Так что что-то подобное может спровоцировать и второй пик инфляции из-за взлета цен на энергию. Например, эскалация конфликта в Украине или, может быть, война на Ближнем Востоке. На это указывает и следующий график. Немного косвенно, но все же. Здесь мы видим стратегические запасы нефти. Чтобы сбить цены на бензин, способствовать снижению инфляции и стабилизировать энергорынок, США значительно опустушило свой резерв. Теперь придется потратить много времени, чтобы его восстановить. Но если вдруг случится второй пик энергокризиса, у США сейчас просто нет достаточных резервов, чтобы стабилизировать этот кризис. А значит, вторая волна инфляции, как предсказывает Майкл Бьюри, может стать неизбежной. На этом все. Сегодня я рассказал тебе о новом прогнозе известного медведя, а также разобрал его основные моменты. Надеюсь, тебе было интересно. Я очень старался, поэтому поставь лайк, подпишись на канал и напиши комментарий. Короче говоря, прояви максимальную активность. Это очень сильно поможет и каналу, и мне. Большое спасибо за поддержку. Ну а меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok